Безвечного синего неба Безвечного синего неба Безвечного синего неба Безвечный синего неба И это очень показательно Римской церкви там вообще не было Потому что она не имела самостоятельности Она была подчинена Византийской церкви И вот после всех этих событий Когда Рим стал выходить в лидеры Ему нужны были союзники В частности союзником и таким оказалась Армения И вот это важно понять, что армяне свою самостоятельную политику никогда не вели, они всегда были на роли союзника, то есть на роли римского союзника, на роли русского союзника, потому что они используют вот это вот чужие, силы чужие, энергию чужие, ресурсы и так дальше. То есть они в этом отношении, конечно, преуспевают. Но тут надо сказать другое, что среди армян очень много албанцев, то есть тюрков. Это очень тоже говорит о многом. То есть в середине 19 века, когда была разрушена Кавказская Албания, многих насильно записывали армянами. И вот этим объясняется тот факт, что армяне сегодня говорят, в общем-то, на шести диалектах. И практически вот эти армянские колонии, они, которые находятся и в Америке, в Южной Америке, там, в Северной Америке, они даже не понимают друг друга по языку. То есть, понимаете, как, дело в том, что там настолько все запутано, что говорить об армянском народе, об едином народе не приходится, потому что там слишком много разных людей, в том числе тюрков. То есть, понимаете, поэтому утверждать, что Кавказская Албания, там, Лизгинское государство или Армянское государство, это абсурдно. Дело в том, что когда ты смотришь в совокупности, то ты видишь следы Кавказской Албании на Балканах, ты видишь следы Кавказской Албании на территории Казахстана, Алтая. То есть, все это уже говорит о чем? Говорит о том, что реальность Кавказской Албании, реальность государства Кавказской Албании, она, в общем-то, не подвержена никаким таким переосмыслением. И то, что считалось языком Кавказской Албании тюркский, это тоже не вызывало сомнений, потому что все документы были написаны на тюркском языке. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.